В этом видео... Побольше ч... Так, я понял, опять пошлый мод, да? Про члены, да? Все! Все, ребят, мод про члены! Интимная встреча... Как будто ты обнажаешь свою душу перед тем, кто тебя служит. Ух ты, интимная встреча, ребята. Вы все поняли, да? Интим! Эй, дружище, а ты смотрел покемонов? Ну тогда играй в Айдл Покемон! Попробуй абсолютно все режимы сражений, сражайся с дикими монстрами! И поймай всех покемонов! Ссылка на игру будет в описании под видео! Так, привет, ребята! Я не думал, что вы так серьезно вас смените. Вчерашнее видео, которое было о том, что, типа, должен бросить канал! Ну, я думал, вы догадаетесь, что нет, я ничего брос... И никого бросать не буду! Просто я подумал, как бы... Ну, по сути, я же бросил канал на два дня, да? Ну, как бы, не кликбейт, знаете? Вот нельзя сказать, что кликбейт был. Ну, я на самом деле бросил. Все, больше никакой игромании. Я успешно проиграл. Турнир. Я лох, мне дали... Вот там стоит кубок лоха. То есть, типа, знаешь, за участие в турнире... Ну, вы знаете, эти кубки за участие. Кубок лоха я его так... Нет, на самом деле, я... Ну, мне было приятно поучаствовать, было классно, атмосфера, ребята крутые. Знаете, просто вот ты приходишь в игроманию, и ты понимаешь, насколько там круто, кстати. Вот реально игромания очень крутая. Вот реально, это просто самое... Самое, ну, вот крутое, что у меня было в плане игровых каких-то событий. Игра мир и прочая, это херня полная. Вот это было круто. Это... В этом здесь были эмоции, не знаю, атмосфера. Просто очень приятно. Знаете, я бы еще с радостью у них побывал в игромании, черт возьми. С радостью бы... Нет, знаете, было бы прикольно, если бы не так нужно было ездить раз в неделю. А вот, если бы это было что-то на протяжении, там, трех-четырех дней, вот это было бы классно. Ладно! Прохладно. Ребята, чем мы займемся с вами? Мы будем играть в новый мод. Разъявите кнопку лайка, чтобы я... Не знаю, просто вижу, как кнопка лайка прям жестко разъебана, лайков на 500. Мне тогда прям хочется следующее видео быстрее выпустить. Вот реально, серьезно. Да-да, я снимаю только доки-доки, я знаю. Эта фанатская игра предназначена... Да, да, интересно, а Маунти из своей курильни накурил текстика вниз туда? Согласен со всем. Я продался. Курильня! Блин, у них свой лого появился! Еще один момент с тобой называется. Данная модификация, которая... Как фортификация. Еще один момент с тобой, это эпизод первый. Если что, пучок солнечного света. Тупо пучок. Меня будут звать... Меня будут звать сол... Солнечный... Скупли... Не, не лезет. Солнечный Витя. Солнечный вид. Пусть она будет соленый. Соленый. А нельзя сделать вот такая... Можно как-то тире или я не знаю, что-то вообще простое. Я буду соленый Витек, ребята. Это отсылка на Витек Плей. Если что, передавайте ему привет от Евгения Рус. Соленый Витек. Для краткости просто Витя. Изменить имя? Поставим, могу изменить имя. Вы, наверное, хотите изменить имя, вы потеряете весь прогресс. Нет, не хочу тогда. Перед тем, как вы начнете играть, я хочу спросить у вас пару вопросов. Зачем ты меня дразнишь своим языком, чувак? Ты хочешь лизнуть меня за залупу? Интересно. Как? Бля-а-а-ать! Все! Пусть будет так. Так, какую одежду? Представляете, выбор. Ну, все, оставите одежду по умолчанию, повседневную одежду, даже в школе. Ну, для разнообразия. Теперь давай продолжим играть. Кстати, видели? Рамка там розовая в итоге оказывается вначале, потом зеленая. Смеяться над неприемлемым материалом. Ее привычка. Джон Стейнбек. Гроздья гнева. Счастливые мысли, счастливые мысли. Еще один момент с тобой. Доки-доки. О, ебой. Счастливые мысли, счастливые мысли. Эпизод первый. Пучок солнечного свита. Что пошло не так? Ребят, чем вы занимались вот все эти выходные, пока меня не было? Расскажите мне, пожалуйста. У меня вот, например, сок появился. Он был просто очень дешевым. В Смоленске он стоит где-то 100 рублей. А там, где я был, в Ашане, он за 60. И я такой, типа... Вы знаете, он очень кислый. Он как настоящий прям жесткий апельсин. Просто апельсиновый слог, он сладенький. Это вот из красных апельсинов. Из сицилийских. Он просто дико кислый. При этом вкусный. Счастливые мысли. Это то, что нужно каждому. Все, видите, не шепелявлю больше. Вы рады? Я рад. 100%. Я знаю, что занимаюсь этим целый час. Я знаю, что школа вот-вот начнется. Я целый час драконила свою пизду. И я знаю, что Витек будет меня ждать. Он поймает меня за волосы и заставит меня сосать. Он подумает, что я глупая и ленивая шлюха. Но он ничего не знает. Что я нужна им, чтобы быть счастливой. Он не знает, что я должна делать, чтобы быть счастливой. Я хочу, чтобы они все были счастливы. Поэтому я должна быть счастлива. Знаете, что я тут скажу? Надо радоваться. Не надо напрягаться. Итак, счастливые мысли, счастливые мысли, счастливые мысли для всех. И, возможно, может быть, у меня останутся счастливые мысли. Не плачь, Сайори, не надо. Привет, девчата. Привет, Сайори. Привет, Сайори. Рады тебе... Я не понял, а мод-то о чем в итоге? Не, я понимаю, что... Знаете, это выглядит так, как будто они летом ходят в школу. Как бы в своей одежде. У нас такое было летом. Что-то типа... Можно было ходить в школу в своей одежде. В какие-то особые дни. Ну, как-то было. Такое очень не важно. У нас был один раз. Да, точно. Один раз был день без униформы. Или у нас раз в году был такой день. Или можно было приходить в своей одежде на последний день четверти, что ли. Я не помню. Ребята, вот у вас в школе есть форма? И если есть, то как вам ее нужно как бы носить? Привет, Сайори. Рады тебя видеть. Вот наш прославленный вице-президент. Как у тебя сегодня дела? Отлично, как всегда. Мне так не терпится выйти из класса, чтобы пообщаться со всеми. Ну, мы тоже всегда рады тебя видеть. Я приготовлю чай. Погоди со своим чаем, Юрий. Раз уж здесь Сайори, нам надо кое-что обсудить. Ой, нет, в этом нет ничего плохого, верно? На данный момент ничего важного. Но тем не менее. Простите, пожалуйста. Нам надо позаботиться об этом как можно скорее. Постой, а у Моники разве есть повседневная одежда? Или это из одного? Это, наверное, из одного из моду взяли. Как бы у нее-то по игре нет повседневной одежды. Как вам всем известно, клуб был основан на реальных событиях. И наша популярность падает, потому что алгоритмы Ютуба не пропихивают наши видео в рекомендованные. Они же не думают о том, как бы поскорее прикрыть нашу лавочку, верно? Это меня разозлит. Спокойно, спокойно, не волнуйся. Ютуб не настолько суров. Однако, несколько учителей обсудили то, сколько места в комнате занимает наш маленький клуб. Что ты имеешь в виду? Мы не занимаем столько места, столько занимают крупные клубы. Ты видел, каких размеров аниме-клуб? Он больше, чем Марианская впадина. Ну, в этом и есть смысл. У нас всего четыре члена. И все мы храним чайный сервис в этой комнате. А-а-а-а. О, боже. Не говоря уже о пространстве, которое мы занимаем в кладовке. Я не понял. Ну, что, Советский Союз? Просто, знаете, я вам историю расскажу. Как у моего отца был слишком большой дом, и ему хотели подселить каких-то алкашей. Потому что, ну, как бы дом слишком большой, а в большом доме должно жить много людей. Как бы такая была логика. Представьте, если у вас слишком большая комната, и к вам приходит, в один из дней к вам приходит ФСБ и говорит, Так, видишь, вот этого бомжа? Его зовут Витек, и он будет сегодня жить с тобой. Вот как бы ты отреагировал на это, а? А я сделаю следующее. Я тупо попью Санту, ребята. А вообще, вот это мой любимый сок. Вы думали, я люблю добрый? Я вам всегда врал. На самом деле, я ее брюсок Санту. Божественно. Божественно. Не говоря уже о пространстве. Да, в кладовке мы уже заняли пространство. Помните этот случай в кладовке с нацукой? Интересно. Блин. Получается. Моника, ты хочешь сказать, что если бы у нас было побольше членов, то сможем оправдать охватываемые размеры? Побольше членов? Так, я понял. Опять пошлый мод, да? Про члены, да? Все. Все, ребят. Мод про члены? Ну, держите. У, сука, Ютач, май, тралала. Тра-ла-ла, мод про члены. Мод про члены. Мод про члены. Главное наушники не потерять в процессе. Мод про члены. Мод про члены. Итак, в комнате 25 градусов. Нахрена вообще одевался? А, ну я гулять ходил, точно. Я хотел гулять. Я, кстати, встретил красивую девушку. Зашел снизу, голову тупо ее трахнул. Ой, что это я говорю? Неважно. Это у меня друг рассказывал, ребят. Я этого не делал. Получается, Моника, Саша. Саша это сделал. Саш, да ты, ты эту историю мне сегодня рассказал, да, Александр? Да, Евген, это был я. Видите, Саша. Все, Саша. Получается, Моника, ты хочешь сказать, что если бы у нас было... Да, про члены мы уже поняли. Именно об этом я и говорю, Сайори. Даже еще одного члена хватит, чтобы помочь нам в отстаивании нашей точки зрения, как только придет пора. Итак, подытоживая сказанное, я уверена, что у нас найдутся друзья, которые хотели бы вступить в литературный клуб. Так, нацуки проси... Мне кажется, у нацуки просадка FPS. Так, еще одна просадка FPS. Простите, ребята, этого больше не повторится. Серьезно. Я понимаю, что это уже второй раз, но... Я больше не буду. Правда, я буду сдерживаться. Кто-то? Ну, я кого-то знаю. Это здорово, Сайори. Кто она такая? На самом деле, это он! Это он! Мой телефон! Конечно, это... Мальчик. О, нет, разве это не тот самый потрясный? Эээ... Витёк, о котором ты говоришь безумно. Ух, о нём вроде уже все говорили. Нацуки права. Похоже, ты слишком часто поднимаешь эту тему. У него, конечно, много подписчиков, но... Это же не повод. Хи-хи-хи-хи-хи. Ничем не могу помочь. Я с ним уже давно дружаюсь, и он очень веселый и интересный. Уверена, он вам всем понравится. Ставь лайк, если Витёк плей веселый и интересный. Понимаете, тупо бесплатная реклама. Даже не знаю. Даже не знаю. Мне вроде как нравится клуб таким, какой он есть. Согласна. Я не знаю, как ещё один чел, а тем более Пачан, изменил бы динамику нашей маленькой хруппы. Ну же, девчата, я знаю, что будете любить его без остановки в кладовке. Кроме того, Моника не говорила, что нам нужен новый член. Член. Слишком часто повторяется слово член, ребята. Слишком часто оно используется в этой игре. Я не понимаю. Участник. Вот здесь слово... Участник. Окей? Почему здесь везде слово член? Вот участник. Новый человек, например, в клубе нужен. Ну, понимаете, сколько вариантов, но везде член, член, член. Именно так, Сайори. Ладно, приводи его сюда, завтра посмотрим, большой ли у него деревянный друг. Эээ, ладно. Ух, неважно. Так, в Нацуке у нас лесбуха, ясно. О боже, о боже. Юрия уже замечалась. Видите, вся красная. Она уже представила, как Витёк голым забежит в класс и начнёт причиндалами трясти. Ха-ха-ха. Ой, если мы и вправду хотим показать себя с лучшей стороны, почему бы тебе не испечь свои замечательные кикусы, Нацуке? Никто не откажет от вступления в наш клуб, как только они попробуют их. Или попробуют научиться читать нормально, да, Евген? Нет. Это уж точно, поскольку мои кукусы... Эй! Это же не предлог для того, чтобы отведать кикосов в Сайори. Хи-хи-хи-хи-хи. Ну, у меня ведь на всё могут быть и другие причины, да? Пизда. Ух, ладно, я сделаю это. Надеюсь, что твой друг милый, он мне понравится, и у нас всё-таки случится в кладовке нечто. У нас появится маленький чужой. Наступил следующий день. Я, кстати, не понимаю, от чего лица происходит мод. То есть это мы, как я понимаю, всё-таки за Сайори играем. Э-э-э-эй! Постой, мы играем за Сайори? Уф, мы снова идём вместе! Хе-хе-хе-хе. Вступление Сайори. Моя подруга детства. Она немного неуклюжая и порой прилипчивая, но она настолько добродушная, что она не может тебе не понравиться. Не, ну на самом деле я должен сказать, что да, Сайори действительно добродушный. В принципе, знаешь, как друг, мне кажется, вот Сайори может быть просто лучшим другом. Обходяйте себе такую подругу, как Сиори. Или нет, или это не совсем как бы ваше тему. А диалоговое окно что даст? А-а-а-а. Так, где угар? Окно для ГГ. Окей, что нравится между красным и томатовым? Лаймово-зелёное. Обычное. Ой, пояснишься. Я болею сифилисом. Прозрачно. Так пусть будет томатное. Да, измельцинь, это томатный. Ох ты. Э-э, а, это томатный. Вообще-то томаты немножко другого цвета, но ладно. Это вообще-то оранжевый. Я, вы знаете, скорее поверил, что это сицилийский апельси. Апельсин. Цвет сицилийского апельсина. Аранс. Росси. Россе. Десицилия. Аранс, ребят, аранс. Она немного неуклюжая. Да-да, это мы знаем. Мы всегда ходили в школу вместе. Пусть даже я и жду её из-за того, что она не просыпается вовремя. А у меня нет девушки. И я хотя бы могу добиться видимости того, что у меня есть баба. Я снова проспала. Ну это, я смогла тебя догнать? Возможно. Но лишь потому, что я решил остановиться и подождать тебя. Уф. Ты говоришь, что так словно задумал меня изнасиловать. Это жестоко, Витёк. Ох, не будь такой, Сайори. Кроме того, если бы я убежал, ты, вероятно, приложила бы больше усилий, чтобы не отставать от меня. Ладно, ладно. Но ты же меня всё-таки подождал. Думаю, слишком бобр, чтобы быть жестоким. Даже если хочется. Мне кажется, Сайори намекает, что ей нравится, когда её любят жёстко. Мне кажется... Я всё понял. Сайори, сегодня вечером у нас будет любовь. Хе-хе-хе. Тебе виднее, Сайори. Витей, главный герой... Нет, всё-таки главный герой, походу, у нас каблук. И он хочет отдаться Сайори, чтобы она как бы управляла его бренным, чедушным тельцем. Хе-хе-хе. Кстати, Витёк, ты уже решил, в какой вступишь в клуб? Эээ, клуб? Я же говорил, меня клубы не интересуют. Я всё-таки правильный пацан. Я даже не искал. Ха, неправда. Ты сказал мне, что в этом году ты вступишь в говно. Разве? Уверен, что это произошло во время одного из многих наших односторонних диалогов, когда я соглашался со всеми её словами, потому что она меня заебала. Сайори очень любит слишком обо мне беспокоиться. Я же совершенно доволен своей средней успеваемостью, средней длиной члена и растрата юности на игры и тупое аниме для тупых школьников. Да! Я беспокоюсь, что ты не научишься общаться и до университета не обретёшь никаких социальных навыков, и тёлки у тебя тоже не будет. Твоё счастье для меня очень важное. Я понимаю, что ты сейчас всем доволен, но меня убивает мысль, что через пару лет ты станешь хикой, потому что ты не привык жить в реальном мире. Что же, я играю за молодого хикана. Мне нравится. Я молодой и хикач. Ну, реальный мир переоценён. Знаете, как и солнечный свет. Как и школа, как и университет, как и знания, как и зарплата тоже переоценена. Вот у меня была в детстве как бы мечта. Просто сидеть и играть в компьютерные игры. А, сбылась. Скучная история, да? Вот знаете, вот хочется услышать историю превозмогания. Нет, просто взялась и сбылась. Я просто взял и забил. Вообще, на всё. Я просто сижу и играю в Доки-Доки, литературный клуб. Ты ведь доверяешь мне, да? Не заставляй меня и дальше от тебя волноваться. О, нет, я бессилен против тревожной уловки. Хорошо, заебало. Я поглажу, какие клубы у нас есть, если тебе станет от этого легче. Ура! Думаю, я не могу просто отказать ей. Наверное, когда я вижу, как сильно она тревожится обо мне, то инстинктивно хочу. Хотя бы немного. И успокоить. Хоть и понимаю, что у себя в голове она раздевает проблему до эпических масштабов. Кстати, очень хочу на монстров на каникулах и на небоскреб. Сегодня вторник, значит, осталось ждать два дня, и я смогу пойти в кино и максимально жёстко там затусить. 12 июля, ребята, день Z. Даже один, считай, остался день, потому что вторник подходит к своему логическому завершению. Совершенно обыденный день в школе незаметно подошёл к концу. Тупо, тупо, этот день тупо прыгнул ко мне наконец и поездил на мне. Собрав вещи, я тупо уставился в стену, пытаясь искать себе хоть каплю мотивации. Ух, Сайюри хочет, чтобы я поизучал клубешеньки. Думаю, мой единственный выбор начать с клуба любителей аниме, хочу быть Нарутой и бегать, кричать, шаринган. Солёный Витёк? Сайюри? Сайюри, наверное, зашла в класс, пока витал в своих мыслях. Оглядевшись, я понял, что остался в классе один. Я думал, мы встретимся, когда ты выйдешь из класса. Постой, ну, по-моему, это было в основном сюжете. Когда уже будет как поэк... Не могу понять, то ли Сайюри действительно насколько-то настолько легкомысленно, то ли настолько хитрая, специально всё это спланировал. Знаете этих модов, которые обыгрывают вступление в клуб уже так много? Когда начнётся экшен? Я глубоко вздохнул. Ладно, я загляну и угощусь кексом. Идёт? Отлично, пошли! Интересно, будет ли она выбивать дверь сегодня? Мем-клуб, кстати, продолжим. Вот те моды, которые я как бы уже начал дёргать за ниточки, я продолжу. Клуб-свидание, кстати, интересно, кто-нибудь возьмётся его переводить. То есть, я не понимаю, почему Курильня Маунти не возьмётся за клуб-свиданий. То есть, ребятам... Не знаю, ребятам хочется переводить какие-то странные моды. Почему они не возьмутся за какие-нибудь крутые моды? Я не понимаю, почему все эти переводчики не берутся за эра-моды, за какие-нибудь пошлые моды. Там столько есть классных модов, но почему-то ребята переводят какую-то унылую хрень. Ну как унылую? То есть, эти моды хорошие, но я считаю, можно ведь веселее. Например, Brand New Day, какой классный мод был. Broken Time, там... Не Broken Time, а как он назывался? Our Time, точно. Broken Time, кстати, вот мод, где, типа, новый сюжет Доки-Доки и все дела. Этот мод, там, он вышел почти целиком, там, на 4-5 часов гейплея, и, в принципе, я вот хочу в него сейчас съесть играть. В итоге, я думаю, нам пора вернуться к двум видео по Доки-Доки в день, потому что модов много, причём-то реально хороших. Brand New Day, какой классный мод был. Broken Time, там... Не Broken Time, а как он назывался? Our Time, точно. Broken Time, кстати, вот мод, где, типа, новый сюжет Доки-Доки и все дела. Этот мод, там, он вышел почти целиком, там, на 4-5 часов. Broken Time, там... ...точно. Broken Time, кстати, вот мод, где, типа, новый сюжет Доки-Доки и все дела. Этот мод... ...мод, там, он вышел почти целиком, там, на 4-5 часов. Broken Time, там... ...точно. Broken Time, кстати, вот мод, где, типа, новый сюжет Доки-Доки и все дела. Этот мод, там, он вышел почти целиком, целиком, там, на 4-5 часов. Broken Time, там... ...точно. Broken Time, кстати, вот мод, где, типа, новый сюжет Доки-Доки и все дела. Этот мод, там, он вышел почти целиком, там, на 4-5 часов. Broken Time, там... Broken Time, точно. Broken Time, кстати, вот мод, где, типа, новый сюжет Доки-Доки и все дела. Этот... ...мод, там, он вышел целиком, там, на 4-5 часов. Broken Time, там... ...точно. Broken Time, кстати, вот мод, где, типа, новый сюжет Доки-Доки и все дела. Этот... ...мод, там, он вышел целиком, там, на 4-5 часов. ...бокен тайм, там... ...бокен тайм, точно. Broken Time, кстати, вот мод, где, типа, новый сюжет Доки-Доки и все дела. Этот... ...мод, там, он вышел почти целиком, там, на 4-5 часов. ...бокен тайм, там... ...бокен тайм, точно. ...бокен тайм, кстати, вот мод, где, типа, новый сюжет Доки-Доки и все дела. Этот... ...мод, там, он вышел почти целиком, там, на 4-5 часов. ...бокен тайм, там... ...бокен тайм, точно. ...бокен тайм... ...бокен тайм, кстати, вот мод, где, типа, новый сюжет Доки-Доки и все дела. ...этот... ...мод, там, он вышел почти целиком, там, на 4-5 часов. ...мод, там, он вышел почти целиком, там, на 4-5 часов. ...мод, там, на 4-5 часов. ...мод, там, он вышел... ...почти целиком, там, на 4-5 часов. ...мод, 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 там, на 4-5 heures. ...лайн-лайн-лайн. ...вы.. ...мод, там. ...мод... money-по, ...аа... ...толк... ...аа... ...miiiill, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...